МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АПС информационная программа Панорама Севера. В студии Денис Куклин. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Северном Арктическом Федеральном Университете прошла ярмарка вакансий «Ваш выбор». Работодатели представили сотни предложений для будущих выпускников. От продавца до солдата российской армии. Какие вакансии сегодня востребованы студентами, расскажем в нашем сюжете. Студентка САФУ Ольга Федько впервые на ярмарке вакансий. Несмотря на то, что ей предстоит учиться на факультете журналистики еще год, с предложением работодателя девушка решила присмотреться уже сейчас. Более 40 предприятий и организаций представили на ярмарке свои предложения. Все вакансии, предлагаемые здесь, ориентированы на молодых специалистов, на выпускников. Есть вакансии, предлагаемые предприятиями, крупными предприятиями нашего города и нашего региона. Также хорошо представлен торговый сектор, банковская сфера, экономика, брокерские услуги. Тот, кто хочет найти работу, тот ее найдет. В этом году в САФУ дипломы получат около 2000 выпускников. И, как уверяют организаторы ярмарки, подавляющее большинство из них испытают трудности в поиске места работы. Другой вопрос – оправдаются ли ожидания соискателей, устроят ли их уровень заработной платы и условия труда. У некоторых выпускников эти ожидания будущей работы несколько завышены. И вот как раз через живое общение с представителями работодателя можно все-таки некоторые свои требования подкорректировать. Вот так бы я, наверное, сказал. В почти всех учебных заведениях существуют соответствующие биржи труда, биржи по трудоустройству выпускников, которые вот как раз такую разъяснительную работу ведут. А вот, пожалуй, крупнейший работодатель из представленных на ярмарке вакансий – российская армия. Служба по контракту пока не столь популярна. Четыре сотни молодых людей из Архангельской области нанялись на эту работу. Не все знают то, что в федеральном законе есть статья, в которой прописано, что гражданин, имеющий высшее образование, государственного образца, имеет право на поступление идти на военную службу по контракту, не проходя военную службу по призыву. Вот это мало до людей, как бы не до всех это доводится. В школах это никто не преподает. Это правовое информирование. И все же наибольшим спросом пользуются рабочие специальности строители, продавцы, водители. Наша героиня Ольга сегодня работу мечты не нашла, но зато научилась заполнять резюме. По моей специальности мне мало что могут предложить, но я считаю, что в следующем году я для себя что-нибудь обязательно найду. Кстати, сегодня в Архангельске напряженности на рынке труда нет. В базе данных городского центра занятости 7500 вакансий. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. Общественный экспертный совет по образованию при Архангельском областном собрании депутатов обсуждал стандарты учебного процесса в школах. Какие новые технические средства для обучения школьников планируют использовать в учебных заведениях? Об этом в нашем следующем сюжете. Обеспечение стандартов учебного процесса в школе каждому российскому ученику определено госпрограммой модернизации образования. В первую очередь это касается материально-технического оснащения образовательных учреждений. Но перечень оборудований федеральными законами не обозначен, и каждый регион определяет необходимую норму самостоятельно. Были составлены примерные перечни. Мы выбрали наиболее, так сказать, значимое и необходимое то, что необходимо для старта. То, что закупалось образовательными учреждениями в рамках проекта модернизации. Минимальный перечень в Поморье включает в себя в том числе персональный компьютер для каждого учителя, мультимедийный проектор или доску на класс, локальную информационную сеть для школы. Утвердить окончательный список на уровне региона еще предстоит. А вот профиль деятельности каждой школы, будь то углубленное изучение иностранного языка или информационных технологий, теперь вправе определять общественные советы. Также они получили возможность контролировать расходование материальных средств государственных образовательных учреждений. Завтра начнется очередная сессия депутатов городской думы 26-го созыва. Накануне юбилея Архангельска народные избранники рассмотрят вопрос о гимне столицы Поморья. Претендент на право получить этот высокий статус? Известная песня «Мы любим тебя, Архангельск». Подробности в нашем сюжете. Говорят, Север может производить разное впечатление, но равнодушным он не оставляет никого. А для многих творческих людей Поморский край и вовсе источник глубочайшего и неизбывного вдохновения. Композитор Александр Левшин признается, музыка к песне «Мы любим тебя, Архангельск» родилась будто бы сама собой, ведь каждая нота в ней от чистого сердца. Эта песня мне очень дорога, потому что она честная, она честная и теплая. Музыка написалась как порыв впечатления, вот она написалась почти на одном дыхании, потому что у меня были очень яркие ощущения, эмоции были. Я приехал в Москву, сел в студию, и мне вот это вступление, которое в песне, и припев родилось почти сразу. Какой-то такой вот, ну в глазах стояла вот эта вода, природа, лес, ну какая-то вот своеобразная эта красота и общение с людьми. Уже потом поэт-песенник Симона Сиашвили напишет текст к музыке Левшина, при этом побывав в Архангельске только один раз. Но даже за короткое время поэт безошибочно почувствовал, чем живут и гордятся поморы, и за что они так любят свой север. Мне хватило тех, вообще говоря, знаний про Архангельск, про Архангельскую землю, которые у меня были, но самое главное, я же вам говорю, что я каким-то образом почувствовал себя в этот момент Архангела Городцем. Я не могу объяснить, как это произошло, но вот, слава Богу, вот так бывает. Песня была создана в 2001-м. Неофициальный гимн Архангельска исполнялся северным русским народным хором, а совсем недавно произведение прозвучало на концерте Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Можно не влюбиться в этот город, нигде на свете нет другой такой земли. Вот уже много лет поет эту песню и Алла Самарокова. Первые впечатления остаются вот до сих пор неизгладимые, вот как народ принимал и слушал эту песню. И я поняла, что эта песня очень сильная. Почему? Потому что она объединяет людей, сплачивает. Архангельск, город со славной историей и безгранично открытой душой, заслуживает того, чтобы у него был свой гимн. Для воплощения в жизнь идеи о создании еще одного официального символа столицы Поморья В декабре 2005-го был объявлен открытый городской конкурс. Свои произведения представили 29 авторов. В результате обсуждений было предложено придать статус гимна известной песне. Мы любим тебя, Архангельск! Гордость России и честь! Мы любим тебя, Архангельск! Просто за то, что ты есть! Эти слова знают, пожалуй, каждый житель столицы Поморья. Должна ли эта песня стать гимном Архангельска? Мы узнали у самих горожан. Я считаю, что эта песня должна стать гимном Архангельска, потому что эта песня описывает сам архангельский народ в нем. Она звучит, как гимн Севера. Альтернативы какой-то на сегодняшний день пока я не вижу. Мне эта песня очень нравится. Она, мне кажется, очень подходит нашему городу. Она такая патриотичная. И даже когда ее исполняют, по коже бегут мурашки. Поддерживают горожан и представители государственной власти. Депутат Госдумы Елена Вторыгина уверена, такая песня может стать настоящим музыкальным символом нашего города. Она меня трогает за душу. Я всегда ее пою, когда на наших массовых праздниках бываю с горожанами. Очень, на самом деле, содержательная песня, такая трогательная. Вопрос о том, будет ли произведение утверждено в качестве гимна столицы Поморья, решится завтра на сессии депутатов Городской Думы. Положительное решение станет настоящим подарком горожанам к юбилею Архангельска. Ведь слова этой песни звучат от лица каждого из нас. Мы любим тебя, Архангельск! Екатерина Грициенко, Илья Самароков, Панорама Севера. В Архангельске продолжается городской конкурс «Улучший архангельский дворик». Сегодня наша съемочная группа вместе с жюри отправилась в центр города. Как подготовились участники конкурса на улице Воскресенской и Новгородском проспекте, расскажет Екатерина Грициенко. Двор на Новгородском 35 – еще одно доказательство того, что в любом вопросе все решает человеческий фактор. Для Дмитрия Паркалова работа дворника – не просто обязанность. Это возможность для добрых дел и даже творческой реализации. Кто проходит, говорят, у вас тут чистенько, аккуратненько. Даже ради этого можно уже стараться раз. Кому-то нравится. Я прихожу сюда два-три раза в день. Считаю, что если каждый будет ходить так, может, даже добьемся чистоты в нашем городе. Всех чудес этого удивительного двора сразу и не заметишь. Вот прудик с белыми лилиями вместо бетонных плит. Урны мухоморы. Их Дмитрий разукрашивал собственноручно. Царевна лягушка и главное трехмерное пространство леса. Исполнителя шедевра нашел Дмитрий Паркалов. А вот в дела цветочные образцовый дворник не вмешивается. Только разрабатывает грядки для посадок. Остальное в ведении жильцов. Вот эти скоро зацветят. Не лезо зацветят. Камея зацветят скоро. Малево зацветят. Флоксы. Я этот дом принимал. Я его делал. Я его строил. Когда пришел, выдавал всем ключи. Вот с этого все началось. И мне это смотреть, на эту крапиву, на эту лопухи, надоело. Обитатели этого двора говорят, порядок вокруг не только их заслуга, но прежде всего достижение ТСЖ Новгородский и лично председателя Марии Иванович. А вообще, такие удивительные люди помогают понять главное. Вкладывая в дело хоть немного сердечной теплоты, мы не просто украшаем жизнь, а возделываем сад своей души. Елена Матвеева, Екатерина Грицыенко, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Сотрудники наркоконтроля посетили оздоровительный лагерь под Новодвинском. Спецназ в полной боевой амуниции и наркоразыскная собака. Уже третий год ведомство патронирует этот детский лагерь. Как встречали полицейских дети, расскажет Мария Воробьева. Это утро в санатории-профилактории «Жемчужина Севера» началось с визита долгожданных гостей. Вот уже более трех лет сотрудники подразделения специального назначения регионального наркоконтроля приезжают, рассказывают и показывают ребятам, как пресекают наркопреступления. Уважение перед законом, уважение перед представителем власти. Я думаю, что должно тоже таким образом воспитываться. И вот я считаю, что это очень такой фактор значимый в проведении патриотического воспитания. Когда спецназовцы выложили на стол боеприпасы и средства самозащиты, наручники, оружие, антиборезный костюм, бронежилеты, шлемы, щиты, ребята буквально ринулись в бой за возможность примерить амуницию сотрудника наркоконтроля. Я примерила каску, потом надела бронежилет самый сильный. Бронежилет был тяжелым, в нем было интересно стоять, но было тяжело держать. Я прониклась с уважением к людям, которые работают в ФСКН, потому что это опасное и очень трудное дело. Вместе с сотрудниками спецназа выходит на задание Испаниель Флинт. Он ищет наркотики уже два года. Не подвел Испаниеля нос и на этот раз. В одной из сумок он обнаружил заложенный кинологом муляж, а в награду получил внимание детворы от ушей и до хвоста. Благодаря таким встречам с наркополицейскими, ребята прониклись уважением к профессии, а кто-то даже захотел в будущем посвятить свою жизнь борьбе с преступностью. Мария Воробьева, Илья Сумароков. Панорама Севера. Сегодня, 25 июня, в календаре ДАТ отмечен как День Дружбы и Единения Славян. Наиболее широко эта дата празднуется тремя странами – Россией, Украиной и Белоруссией. В свете сложившейся ситуации в Украине мы узнали мнение архангела Городцев. Готовы ли они оказывать помощь беженцам из Украины? Я считаю, что помощь нужно оказывать, потому что люди оказались в таком положении, и мне кажется, что они наши братья. Беженцам из Украины непременно надо оказывать помощь, они все-таки как-то соседняя страна, то есть мы должны понимать их положение, вставать в их ситуацию и помогать им. Соответственно, какой-то помощь. Вот сейчас, допустим, на Чумбаровке были сборы каких-то денег на помощь им. Да, конечно, обязательно. А если мы в такой ситуации окажемся? Так что нет-нет-нет. Там наши собратья, и обязательно помощь надо оказывать. Ну, каждому по силе, по возможности. Так, я считаю, что помощь беженцам мы оказывать не должны, потому как это беженцы из суверенного государства, и это государство должно само решать проблемы своих граждан. Помогать нужно, потому что они наши братья, помогать нужно и финансово, и морально. Если нужно предоставлять жилье, нужно предоставлять жилье, и работу нужно обязательно предоставлять. Да, помощь беженцам из Украины нужно оказывать, но мы не знаем, куда везти вещи, ну, или хотя бы средства какие-нибудь. Мы бы с удовольствием помогли с моей бабушкой. Сегодня в рубрике «Мой Архангельск» фотограф Николай Гернет. Его работы знакомы каждому архангелогородцу. Фотография для него не работа, а призвание. Каждый день, выходя на улицу, он создает свою, неповторимую фотолетопись столицы Поморья. Иногда приходится снимать и на стройках, и на новостройках, и вот там вот приходится подниматься действительно высоко пешком. Результат фотографии, потому что это только есть те снимки, которые только ты сделал. Небольшая зарядка, и мы уже почти на крыше. Занимаюсь фотографией уже лет, наверное, 15 с института, хотя учился в медицинском, но журналистикой фотографии увлекла, и теперь это моя основная деятельность. Из видов фотографии предпочитаю портреты, репортажку, ну и путешествия, в том числе и путешествия по городу, если их так можно назвать. Архангельск мой город, я бывал много где в России, жил и в Москве несколько лет, но все равно вернулся в Архангельск, и город, и жизнь, и образ жизни меня полностью устраивают, и другой жизни я для себя вообще не вижу. Мои предки здесь жили уже несколько столетий, если приехать на остров Бревенник, то там даже можно найти табличку, что это лесозавод, владельцем которого являлись мои предки. То есть на самом деле я более архангелогородец, чем люди с многими русскими фамилиями, живущие здесь. Большинство моих предков жили на севере, поэтому вот страсть к северу и любовь к северу, несмотря на то, что условия жизни достаточно непростые, я все равно север люблю, и Архангельск тоже очень люблю. Затягивает здесь то, что в небольших относительно городах, таких как Архангельск, жизнь все-таки гораздо более человечная, то есть здесь все друг друга знают. Образ Архангельска для меня это город трех таких сезонов, зеленый, белый и красно-оранжевый, желтый. Вообще город очень трудно делить на любимое и нелюбимое, потому что либо вот он весь любимый, либо он весь нелюбимый. Для меня все-таки наиболее интересные точки обзора на город это сверху, поэтому уже года, наверное, три активно веду тему съемки с крыш. Бывал здесь тоже во все времена года, и днем, и ночью снимал с крыш, и трудно переоценить значение вот этих вот точек, потому что все равно как-то ты находишься вот не совсем в городе, когда ты находишься на уровне даже там пятого, шестого этажа, не говоря уже, когда ты находишься на уровне там тринадцатого, пятнадцатого этажа, все воспринимается совсем по-другому. Ты перестаешь обращать внимание на какие-то мелочи, у тебя полностью меняется перспектива на город, ты уже видишь его действительно вдаль, видишь форму, видишь реку, видишь облака, видишь, как вот машины мелькают фарами, крыши, торчащие среди деревьев, начинаешь воспринимать все немножко по-другому, город становится интереснее. Я его фотографирую уже, ну, десятилетие, скажем так, и он мне до сих пор не надоел. Хотелось бы, чтобы город жил, город развивался. Я со своей стороны буду влиять на то, чтобы и горожане, глядя на мои фотографии, не переставали восхищаться городом, то есть чтобы они его как-то прочувствовали, не только вот их взгляд, когда они идут на работу и с работы, но они понимали, что этот город, он выглядит вот так, как вижу его я, выглядит он красиво и необычно. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Куротко о самом главном. Специалисты филиала Северо-Запада Архэнерго выявили почти 500 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в Архангельской области. Материальный ущерб электросетевой компании от потери мог бы составить более 11 миллионов рублей. В обход счетчиков работали 60 недобросовестных фирм, мелкие торговые точки, частные офисы. По выявленным фактам составлены акты на сумму около 10 миллионов рублей. 28 и 29 июня в Архангельске пройдет традиционный фестиваль поморской кухни «Этнофуд». В программе конкурсы поваров, мастер-классы по приготовлению блюд, дегустации, дни традиционной поморской кухни в ресторанах участников фестиваля и поморский пир на Чумбаровке. Победителей помор «Этнофуда» наградят на площади перед театром драмы 29 июня в 16.30. Памятнику Михаила Васильевича Ломоносова скульптор Иван Мартос исполняется 185 лет. Деньги на постройку памятника были собраны путем всероссийской подписки и составили 46 тысяч рублей. В 1832 году памятник установлен в Архангельске на Соборной площади. Через 100 лет в 1930 году монумент установлен перед зданием Архангельского лицетехнического института, ныне Северного Арктического федерального университета. Скульптура изображает Ломоносова в полный рост, одетого в античную тогу, стоящего на полусфере. В этом году в России отмечается 100-летний юбилей Первой мировой войны. В рамках федерального проекта «Великая забытая война» в библиотеке имени Добролюбова прошла презентация нового сборника. Он называется «Первая мировая война на Европейском севере России». Глазами ее участников и современников. Сражения Первой мировой охватывали западные регионы Российской империи и Закавказья. Сегодня это территории других государств. Пожалуй, единственным местом прямого соприкосновения с войной в границах современной России был Европейский Север, и в частности Архангельск. Вражеские подводные лодки в Белом море караулили караваны судов со стратегическими грузами для фронта. Диверсанты подрывали работу нашего порта, важного перевалочного пункта. Война, как ни странно, дала толчок для развития Архангельска. Правда, доступные нам воспоминания очевидцев тех событий до сих пор не отражали полной картины. Большинство чиновников, офицеров, которые занимались организацией строительства Архангельского порта, Архангельской железной дороги, организацией работы там, огромная до конца неоцененная нами работа, так большинство этих людей по известным обстоятельствам революции, гражданской войны были вынуждены уехать из страны. И поэтому их воспоминания либо не были опубликованы, либо даже если и были опубликованы, то не были доступны для нас, для русских. Сегодня у нас появился шанс взглянуть на историю русского севера 1914-18 годов под разными углами зрения. Доктор наук Татьяна Трошина и ее коллеги провели большую работу по составлению сборника «Первая мировая война на Европейском севере России» глазами ее участников и современников. В его основу положен очерк историка-эмигранта Петра Варныка. Ему удалось собрать воспоминания людей, которые работали у нас на севере, но покинули страну. Сборник был выпущен Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Архангельской области при поддержке правительства региона. Для нас важно, чтобы дети, молодежь, чтобы взрослое население Архангельской области помнило тот подвиг, который совершили солдаты той незаслуженно забытой совершенно войны. И то, что такие материалы сегодня издаются при поддержке государственной в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание», для нас это вполне взвешенный, обдуманный шаг. Мы очень надеемся, что данное издание будет востребовано в рамках образовательной программы. В ближайшее время значительная часть тиража сборника поступит в школы и библиотеки всех районов области. Алексей Карельский, Руслан Симушин, «Панорама Севера». На этой неделе телеканал ПС посвящает свой эфир празднованию 430-летия Архангельска. 26 июня в 19 часов смотрите в прямом эфире общегородской крестный ход в честь 430-летия Архангельска по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с мощами святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Ход пройдет по набережной Северной Двины от Успенского храма до Михайло-Архангельского кафедрального собора. 27 июня телеканал ПС транслирует праздник «Молодежный бум» и финал конкурса «Мисс Архангельск-2014». 28 июня прямой эфир праздничного концерта Государственного академического ордена дружбы народов Кубанского казачьего хора «От сердца к сердцу» в честь 430-летия города Архангельска. И 29 июня кульминация праздника. Телеканал ПС транслирует гала-концерт в честь 430-летия Архангельска посвящение юбиляру. В программе участвуют Государственный академический орден дружбы народов Кубанский казачий хор, ансамбль песни и пляски профтехобразования «Северка», детские, молодежные хореографические и вокальные коллективы города Архангельска, Государственный академический северный русский народный хор, российская рок-группа ДДТ. Прямые трансляции событий на круглосуточном городском телеканале ПС и сетевизоре портала «Правда Севера». Празднуем день рождения Архангельска вместе с телеканалом ПС. Открой город вместе с нами! Накануне Международного дня борьбы с наркоманией в Архангельске прошел турнир по мини-футболу «Дети против наркотиков». Подробности в материале Виктора Кузнецова. Турнир «Мы против наркотиков» ежегодный проводится в Архангельске уже в восьмой раз. Это своеобразный посыл обществу и в первую очередь молодежи, которая сегодня наиболее подвержена воздействию страшного порока. Занятие спортом – реальная и здоровая альтернатива употреблению зелья. Спорт, я считаю, это самый верный способ борьбы с наркоманией. Поэтому проводим вот такой турнир. Я очень рад, что очень много молодежи у нас участвует. Учитывая популярность футбола, в Архангельске набрать участников турнира не составило труда. Более 300 футболистов и 30 команд были разбиты на возрастные группы от 11 до 40 лет. В их числе три команды иностранцев – Нигерия, Азербайджан, Перу. Свою дружину представило и молодежное правительство Архангельской области. Мы участвуем во всех подобных мероприятиях, спортивной тематике, в том числе спорта Киада, данное мероприятие. Так что активно принимаем счастье. Принцип «главная не победа, а участие» успеха команде молодежного правительства не принес. Первое место в их возрастной группе за дружиной Архангел. Среди взрослых золото завоевал коллектив «Помор». Дю США номер 6 подтвердило звание сильнейших среди юниоров. Команда «Соломбола» перевинствовала среди самых младших. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, «Панорама Севера». В Новодвинске прошел турнир по пляжному волейболу. Мужские и женские дуэты соревновались в спортивном мастерстве. Какие команды одержали победу – в материале наших коллег из Новодвинска. Соревнования по пляжному волейболу в Новодвинске уже давно стали традиционными. Они дают старт всем остальным мероприятиям, которые пройдут этим летом. В этом году официально зарегистрировано прибыло статус религинического лица Новодвинская волейбольная федерация, которую возглавляет Юрий Михайлович Бобров. Дай Бог, чтобы количество участников становилось все больше. Подрастает новое поколение – это волейболистки и волейболисты, и ребята, которые занимаются в детской спортивной школе. Поэтому я думаю, что волейбол в городе будет жить, развиваться. И эта площадка всегда будет востребована населением города. И дай Бог, чтобы ребята любили волейбол, занимались волейболом и радовали болельщиков, зрителей прекрасными играми. Побороться за главный трофей турнира в воскресный день заявилось 16 команд – 10 мужских и 6 женских. С погодой повезло, спортсменам было комфортно играть. На площадке царил позитив и отличное настроение. В споре женских команд первое место завоевал дуэт Маки, Марии Маковеевой и Любови Карушевой. Среди мужских тандемов сильнейшим вновь стали Юрий Бобров и Павел Волосатов. В заключении выпуска информация о курсе валют на 26 июня. По данным Центробанка на 26 июня, доллар США 33 рубля 91 копейка, евро 46 рублей 16 копеек. Выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. А сразу после него смотрите передачу в центре внимания. Гость программы Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска. Она расскажет о том, как наш город будет праздновать юбилей. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи. Прогноз погоды на 26 июня. В Вельске 26 июня пасмурно, небольшой дождь, 9 градусов, ветер северо-западный. В Котласе дождь, но 11 градусов тепла. В Мирном пасмурно плюс 8. На Водвинске также пасмурно, небольшой дождь, 7 тепла и ветер северный. В Архангельске 26 июня. Облачная с прояснением погода. Временами дождь, ветер с северных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 4, днем плюс 6, плюс 9. Атмосферное давление будет расти. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова